Привет всем. Продолжаем режим обучения на категории C. Машинист, актрис, машинист. Билет номер 3. Первый вопрос. Можно ли перевозить людей в прицепе к самоходной машине? Нельзя. Чтобы ответить правильно, чтобы создать экзамен, надо нажимать Нельзя. Конечно, по факту мы это можем делать, но чтобы сдать экзамен, нельзя. Допускается ли эксплуатация самоходной машины, если отсутствует устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включении передач? Не допускается. Просто запомните и все. Не допускается и все. Третий вопрос. Можно ли эксплуатировать самоходную машину с превышением нормы дымности? Конечно, можно. Можно ездить, если он дымит, если бы он, конечно, в разнос не пошел двигатель. Но чисто не экономия двигателя, а этот, чтобы не портить экологию, не портить природу, нельзя так ездить. И так нельзя. Эксплуатация самоходной машины, имеющей непредусмотренные конструкции, перемещения деталей и узлов. Запрещено. Это, знаете, фары там не горят, либо вообще их нет, поворотники там и призовики. Если машина, в общем, тихосмотр не прошла, или нельзя ездить. Надо было вот так вопрос задавать. Если машина, тихосмотр не прошла вот так, а не какой-то вопрос. Можно ли эксплуатировать самоходную машину с неисправным усилить руля? Конечно, можно. Конечно, можно. Жигули, например, без гидрача ездим, ездить лишь. Но, чтобы сдать экзамен, надо нажмать. Нас запрещено. Нет в логике. В их случаях разрешена эксплуатация самоходной машины, если на световых приборах. В общем, установим стандартные рассеяния. Ну, простое объяснение. Стандартные рассеяния, они уже с заботой управляются, как и куда свиньи. Не то, что там некоторые ксенон ставят, или еще что-то там вообще-то, может, или вообще нету. В общем, стандартные нажмуты. Можно ли запускать двигатель самоходной машины с замыканием контактов с сарем, выходясь вне машины, стоя на земле. Насколько стоя на землячок-то там написано. В общем, тут тоже напряжено. При каких видах повреждений возможностей днячей или полузы днячей положения при транспортировке пострадавшего. Во-первых, как и где осуществляется скорой помощи, либо автобус, либо машины. Ладно. Будем перечислить. Все, ответили на все ваши вопросов. Смотрим следующий видео. Поздравляем. Быстро, Александр. Молодцы.